здравствуйте дорогие друзья рада приветствовать вас на нашем виноградном канале в сегодняшнем видео мы с вами поговорим о том как измерить крепость в вине и атипичных ошибках которые могут при этом возникать итак у меня сейчас прибор даже два это ориометр но про на в простонародье он может называться вот так виномер либо виномер сахаромер меряет он сахар и меряет он спирт и его измерения основаны на плотности я не буду вдаваться в подробности как работает этот прибор но покажу просто например и так я сейчас камеру немножко приведу значит у меня здесь два стакана но сейчас покажу на приборах а потом расскажу нюансы и так что говорит нам о готовности вина это прекращение брожения на самом деле брожение может прекратиться преждевременно я об этом говорила и оставлю вам ссылку на ролик что в этом случае делать и на второй ролик про то сколько длится брожение вина то есть хотя бы месяца но должно бродить ну вот допустим даже побродила она вас три недели бродить перестала и вы решаете что ну сейчас я померю крепость перешел что делать дальше сканки бар так он нам показывать сейчас я настрою стараюсь максимально хорошо настроить камеру чтобы вам было видно должно быть видно 11 спирта и где-то там один два процента сахара то есть по идее вино готово смотрим вторую емкость сейчас расскажу в чем в чем основная ошибка так опускаем во второй стакан в общем то здесь у нас практически такие же показатели то есть почти 11 спирта если смотреть по нижнему мениску что здесь светлее материал поэтому лучше видно практически на это же почти ноль сахара там осталось где-то порядка двух процентов вот она крутится все видно но теперь самое интересное вот в этом первом стакане в принципе данные крепости могут быть достоверными это тот самый реформ тот кого я ставила самый первым изначальный сахар у него был 25 то есть теоретически с учетом того что ставила я его практически там 1 сентября 1 сентября поставила показа бродила туда-сюда то есть больше месяца прошло сегодня уже 13 октября здесь все может быть хорошо вот в этом стакане у меня сусло которое я стала на брожение 3 октября сегодня 13 то есть она бродит всего лишь 10 дней изначальный сахар был 17 процентов то есть даже если вот сейчас мы посмотрим остановилась но он все равно показывает почти 11 даже десятки здесь не будет с этим уровнем сахара при том что я ничего не добавляла не досыпала то есть быть такого просто не может и прибор показывает не крепость а всего лишь отсутствие сахара и вот здесь заключается самая главная ошибка если мы не знаем изначально сколько у нас было сахара мы потом до увидели что брожение остановилась по причине того что он закончился но напиток может не добрать той крепости которые мы бы хотели а нам желательно чтобы это было там 10 а лучше 12 процентов ведь чем крепче напиток ну чтобы нам его там не закреплять больше ничем ничего не делать на диких дрожжах до 12 может выбраживать вино чтобы нам больше с ним потом ничего не делать и но хорошо хранилось то было бы идеально чтобы она выбрать дело до 11 12 градусов и вот мы смотрим цифру 11 заветную думаем что у нас все хорошо но если изначально уровень сахара был низкий то прибор нам показывает всего лишь его отсутствие еще один момент много читаю и часто читаю о том что свидетельство о готовности вина это вот эти вот низкие показатели сахара что она вроде бы готова но смотрите вот реформ я перелила в стаканчик то есть я откупорил откупоривала бутыль ну минут десять назад давайте посмотрим чтобы с бутылью происходит то есть сахар вы видели он практически уже закончился а вот наша бутыль и смотрим затвор видите она еще бродит и я просто знаю что недели полторы еще она будет бродить при этом посмотрите ну меня получилось вот этого сусла мало а бутыль и меньше не было то есть бутыль чуть больше чем на половину наполнена значит там нормальный процесс брожения не просто хорошая очень хороший а если бы я посмотрела на прибор я бы решила что ну все уже пора я бы слилась осадка и процессы остановила нет конечно при таком показателе помните да там хороший сахар уже прошло хорошее время в принципе можно процессы останавливать но я приверженец того пусть они завершатся сами и дальнейшие шаги я буду делать после того как у меня все отбродило и конечно теперь возникает самый главный вопрос а что же делать что же делать если у нас получилась такая ситуация не было прибора под руками когда мы ставили вино бродить как как и на что ориентироваться ну во первых вы можете ориентироваться на тот сорт из которого вы делаете вино из которого вы делаете сусла посмотрите по характеристикам какой у него в принципе сахар свой дальше вы же помните какую ягоду вы снимали совсем спелую либо немножко недозревшую кстати о спелости можно судить по тому какого цвета косточка когда косточка черный виноград полностью созрел то есть вот на это можно немножечко опираться если вы покупаете виноград ну тоже хорошо бы знать какой сорт тогда вы можете немножко на эти цифры операции ориентироваться ну что еще можно подсказать на вкус на вкус определить достаточно сложно вот этот вот 17 сахара хотя как бы это правильно сказать то есть ягодка была ну такая немножко сладковатая но не сильно сладко здесь вот реформу из 25 он был сильно сладкий но не приторный ну это такие вот понимаете просто сложно все это различать конечно со временем вы уже будете знать что у вас растет вы будете знать какой сахар выдает и вам станет гораздо легче первый раз там первые разы либо если вы покупаете то это гораздо сложнее конечно в идеале иметь какой-то прибор не обязательно иметь такой есть рефрактометры которые тоже измеряют уровень сахара там вообще капельку как ну сока и посмотрела не более удобным по цене чуть-чуть дороже если это там можно купить за два с половиной доллара то рефрактометр на алиэкспресс порядка по моему 9 долларов без коробочки порядка 12 уже с пластиковой коробочкой но это так отвлечение значит ориентируемся на эти моменты по брожению тоже я вам максимум рассказала оставлю ссылки на те ролики если кто-то не смотрел ну конечно если вы например сомневаетесь вы думаете что у вас виноград был не очень сладкий то принципе можно добавить немножко сахара чтобы быть уверенным что все выбрать и так как надо и вино наберет нужный градус спирта по сахару в ближайшее время я выпущу еще один ролик где подробно расскажу и про пропорции и еще раз про те случаи когда его нужно добавлять хотя конечно я не сторонник чтобы делать это масса все должно быть логично в общем то такая же ситуация будет и с рефрактометрами я сначала думала ну ладно этот прибор мне не поможет мне бы хотелось знать мне бы хотелось показать вам стала изучать рефрактометры принцип действия похож и вот на этих наших малых градусах мы опять же можем увидеть не наличие спирта а отсутствие сахара но в принципе да если немножечко так даже логично подумать никто никогда не задумывался почему на водке пишут 40 градусов а на бутылках с вином пишут 10-12 там 9-11 на дают вот эту вот разбежку наверное не просто так то есть это действительно померить сложно и исходя из той информации большого объема который я изучила то есть все рассчитывается на основе того сахара который у нас был изначально а да есть еще один способ когда просто взвешивают и выпаривают но с выпариванием спирта выпаривается и вода и чтобы на малых объемах это взвесить надо очень точные весы то есть там тоже есть нюансы и точных данных мы не получим вот и все что я хотела вам на сегодня рассказать большое вам спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии задавайте свои вопросы и под видео нажав кнопку еще я вам оставлю ссылки на полезные видео по брожению и также будет ссылка на мой сайт с полным ассортиментом сортов винограда которые у нас растут конечно мои контакты но я с вами прощаюсь до новых встреч пока а